Продолжение следует... Это было принято в государственной системе встречающей ситуации, которая является органом управления в разработке методов управления в делах защиты населения и окружающей среды, а также уменьшению ущерба экономикой государства в мирное и военное время от встречающей ситуации. Вам известно, что в Узбекистане могут быть такие природные, техногенные, экологические встречающие ситуации. ГСЧС, так называемая государственная система встречающей ситуации, ставит задачу определить единые концепции разработки и реализации правовых и экономико-нормативных актов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Далее прогнозировать возможных на территорию Узбекистана техногенных и природных встречающих ситуаций, оценка их социально-экономических последствий. Дальше. Далее еще учитывается снижение риска опасных технологий и производства, повышение устойчивости функционирования отрасли экономики, предприятий, учреждений. Дальше. Обеспечение постоянной подготовленности органов управления и сил и средств предназначено для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Далее. Сбор, обработка, обмен, а также выдача информации о чрезвычайной ситуации. Создание фондов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации. Осуществлять экспертную оценку или надзор, контроль в области защиты населения и территории ОЦС. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Осуществление мероприятий о социальной защите населения, пострадавших от чрезвычайной ситуации. Реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайной ситуации, в том числе которые участвуют при ликвидации. Осуществлять сотрудничество с другими странами в области гражданской защиты. Ну а теперь разрешите сказать следующее. Государственная система чрезвычайной ситуации Республики Кызкистан состоит из территориальных подсистем, их 14, функциональных подсистем, их 22 и информационно управляющих подсистем, это одна. ГСЧС Республика Кызкистан имеет три уровня. Первый республиканский, второй местный, третий объектовый уровень. Каждый уровень имеет руководящие органы, органы повседневного управления, силы и средства ликвидации, ГСЧС, финансовые и материальные ресурсы, системы оповещения связи и информационного обеспечения. Так, к силам и средствам государственной системы чрезвычайной ситуации относятся следующие. Это войска гражданской защиты, то есть республиканские специализированные формирования прямого и оперативного подчинения МЧС. Войнизированные и профессионально специализированные, аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные подразделения, Министерства и ведомства, спецформирования местных органов власти, а также спасательные команды МЧС. В данном случае МЧС, мы кратко назвали, это Министерство и социальной ситуации. Территориальные и объектовые невоионизированные формирования общего и спецназначения, а также пружины добровольцев Атам-Парвар и, возможно, Красный Крест. Следующий, какие режимы функционируют? Первый, это режим повседневной деятельности. Второй, режим повышенной готовности. Третий, чрезвычайный режим. Ну, первый режим повседневной деятельности, значит, это нормальная обстановка на производстве, где не угрожает ни пожары, ни радиационной, ни химической, ни технической, а также биологической атаки или гидрометеорологической обстановке, где отсутствует эпидемия, эпизодия и ситуация. А при повышенной готовности, это тогда, когда получают информацию об ухудшении обстановки или при получении прогноза о возможной возникновении ЧС. И третий режим, этот чрезвычайный режим, терять. Тогда уже обстановка ухудшилась, и начинаются спасательные работы, затем работы по ликвидации последствия чрезвычайного ситуации. Такие режимы, так, вводить режимы повышенной готовности имеет право начальник ГЗ, а в целом по Узбекистану имеет право премьер-министр. Режим повышенной готовности объявляет хоккими областями. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...